Режим Асада не являлся враждебным Израилю и американцам до начала арабской революции. Потому что ни одной ракеты в сторону Израиля со стороны Сирии не было запущено при Башане. Несмотря на то, что они официально находятся в состоянии войны. Часть сирийской территории до сих пор оккупирована Израилем. Это голландские высоты. Я учился в Сирии и я видел, насколько американцы через свое посольство влияют вплоть до программ учебных в университетах. И вплоть до того, какую школьную форму носить детям и на каких автобусах им ездить. То есть Башар Асад был абсолютно подконтрольным человеком и для Израиля и для США. Максимум, что мог себе позволить Башар Асад, это во время, допустим, очередной войны в Ливане, это сожжение израильских флагов в мечетях и какие-нибудь там воинственные проповеди. И все. Поэтому я абсолютно согласен с коллегой относительно того, что у американцев не стояла цель свержения Башар Асада. У них не было приоритетной цели свергнуть именно Башар Асад. Первая цель, начало войны в Сирии, первая цель была абсолютно... Она могла провозглашаться, но она не... Хорошо, а какая цель была реальность? Да, какая тогда была цель? Эта цель не преследовалась. Я еще раз подчеркну то, о чем я всегда говорю. У американцев было много шансов свергнуть Башар Асада. Они ни одним из этих шансов не воспользовались. Например? Их основная цель это полнейшая дестабилизация Ближнего Востока. Вообще всего? Да. Самая главная цель, я произнесу ее, это фактически идущий геноцид арабского народа сунитских мусульман. Почему? Потому что арабы единственный народ в мире, который разделен на 21 государство. Несмотря на общую историю. Еще все друг друга нежно любят. Несмотря на общий язык, несмотря на общую религию. 21 государство. Почему они были разделены? Разделены они были искусстве, но западными державами. Когда была единая страна? Исключительно из страха перед возрождением единого крупного сунитского игрока на Ближневосточном регионе. Самая главная цель это не допустить возрождение сунитского мира. Для этой цели американцы будут инициировать войны в Ираке, в Йемене, стравливать друг с другом шиитов и сунитов. Будут взрывать Сирию для того, чтобы сжечь весь пассионарный потенциал мусульманского мира, который мы сегодня видим по всему миру переживает бурное возрождение. Отрицать линии раскола внутри сирийского общества нельзя. Это все равно, что отрицать конфессиональный фактор в распаде Югославии между католиками-хорватами, босницами-мусульманами и православными сербами. Этот раскол есть. И он был заложен именно в момент создания искусственных арабских государств. Когда в преимущественно шиитском Ираке к власти были приведены суниты, а в преимущественно сунитской Сирии к власти была приведена верхушка из оловитов меньшинства. Для чего? Для того, чтобы эти режимы зависели от внешних патронов, от западных стран. И этот расклад долгое время устраивал многих. Но при этом я еще раз обращу внимание на то, что ИГ возникла именно в этих двух странах, в Ираке и в Сирии, и нигде больше. Возникла именно там, где существовали глубочайшие противоречия между шиитской и сунитской общиной. Что касается Сирии, в последние годы, перед революцией, там наблюдалось со стороны Ирака шиитского, заметная шиитская экспансия. На моих глазах резко увеличивалось присутствие шиитов даже в Дамаске. И это вызывало невероятное раздражение и неудовольствие у сунитской верхушки. Ректор моего вуза, в котором я учился, сунитский вуз, абсолютно проправительственный, университет Абу-Нур, Салахуддин Кифтару, был посажен в тюрьму по Навету только из-за того, что он пытался противостоять шиитской экспансии. Элита сирийской армии состояла из оловитов. Элитные подразделения возглавлялись оловитами. Этот раскол подспудно существует. И ненависть, которая сегодня питает сирийский конфликт и выплескивается в нашей студии, она коренится именно вот в этом. Если мы с вами... Субтитры создавал DimaTorzok